Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома Сильмы, дорогие гости, сильмы, бле Мировые премьеры Я пойму Блокбастеры Голливуда Вот чёрт вас здесь подрай, здравствуйте Все тайны и секреты кинозвёзд Его дело, это на жар Билеты на лучшие фильмы Но за искусство Программа «Синема» Поехали Всем доброго дня, всем привет Начинается программа «Синема», Олег Беков в студии Когда мы идём в кино, мы обычно смотрим фильмы, которые попадают на наши экраны Естественно, благодаря дистрибьюторам, тем, кто организует этот мостик, связь между компанией-производителем фильма И буквально тем кинотеатром, в зале которого вы это кино смотрите И вот у нас сегодня в студии представитель «Акмефилм» Александр Дубаневич Добрый день Добрый Мы хотели поговорить как раз сегодня, ну вот обсудить, какие фильмы в ближайшее время выходят на экраны Ну и может быть, кстати, пользуясь случаем, можем напомнить о картинах, которые сейчас можно посмотреть Среди них ведь есть и фильмы, которые номинированы на «Оскар», в частности «Фабельман» и «Элвис» Да Ну вот когда мы встречались с тобой в последний раз, по-моему, во время ковида Да, во время ковида это было Ну да, то есть там была дыра с фильмами, а сейчас их очень много, в принципе Как бы кино вернулось в кинотеатры Надеюсь, что надолго теперь уже ничего больше не помешает Ну если говорить о том, что сейчас идет в кино, то из скороносных фильмов, которые мы прокатываем в кинотеатрах Есть еще, конечно, там коллеги, которые прокатывают свое кино А у нас идет «Элвис», опять же, это красочный Сейчас вот прямо он получил, ну, во-первых, Баттлер, господи, Остин Баттлер Баттлер, да, он ведь получил и гильдии киноактеров, и сейчас вот вручали гильдии костюмов, вот за лучшие костюмы Ну да, ну это Баз Лурман, это же известные костюмированные этим представления, там, тот же Мулен Руш, там, знаменитый Вот, это его кино, ну, какие-то сеансы есть сейчас, именно потому, что он номинирован на «Оскар» как лучший фильм Скоро будет, соответственно Ну и «Фабельмана» — это такое кино для киноманов Скажем так, это Сивен Спилберг, опять же, «Легенда Голливуда», в общем, такое авто, можно сказать, биографическое кино И очень его тепло приняли критики в Америке Просто, ну, они, ну, поскольку они знают эту историю самого Спилберга То есть, многие отмечают, что это, ну, невероятно личный какой-то фильм, который, несмотря на то, что все фамилии изменены Ну, понятно, да Ну, там очень много его самого, там, естественно А его, ну, скажем так, о том, как он пришел к тому, чтобы стать режиссером То есть, там этот фильм заканчивается на том, что вот он, как бы, говорит, что я вот буду тебе режиссером А до этого, вот там, как он к этому пришел с детства, так скажем Там, юноша Любительские фильмы, которые он снимал Любительские фильмы, да, это очень интересно, если интересует самого, как бы, как можно стать вот таким вот Ну, легендой Голливуда, скажем так И вот мне очень понравился последний эпизод, где Дэвид Линч сыграл А, ну, если ты хочешь, да, это спойлер, как бы, да, Дэвид Линч там появляется в одной интересной роли И такого наставника, режиссера такого Да, Дэвид Линч, еще одна легенда, как бы, киноманская То есть, просто, ну, такие вот подмигивания в фильме тоже, но вот для киноманов это, может быть, ну, какие-то вот мелочи, которые созданы Кто-то прогноз, что именно этот фильм и получит Оскар, как лучший фильм Он еще там номинирован во многих категориях, ну, вот, мне кажется, что, потому что он такой чисто голливудский такой, про Голливуд сам Ну, и, может быть, просто это тоже, как дань уважения Спилбергу Да, опять же, да, ну, легенде, естественно Вот, ну, из таких интересных, это A Man Called Otto, это на русском, наверное, мужчина по имени Отто, как так Как-то не очень коряво звучит, но так как это такая драмедия, драма с элементами, там, комедии с Томом Хэнксом, опять же К сожалению, не номинированным, хотя роль у него там очень хорошая и сам фильм А там уже, я забыл фамилию шведского писателя, который написал этот роман Книги шведской, плюс был шведский фильм, но это, ну, прям, что так, это ремейк, нельзя так сказать Это экранизация Экранизация, да, просто там он, он в шведском фильме, его звали Уве Ну, для американской аудитории не очень звучит, соответственно, Вотто его переименовала Очень много у нас вопросов было, почему не Уве, а Вотто, ну, это просто для американской аудитории Но эта книга, она, я знаю, ну, была невероятно популярна, все читали, потому что это очень написано с юмором Рассказ именно об одиноком, казалось бы, ворчливом, таком мужчине, ну, так уже приближающегося к пожилому возрасту Который любит со всеми судиться, всех там строить, как говорится, в небольшом поселке И внезапно вот открывается его очень трогательный вот внутренний мир, душа и вот как поселившиеся рядом эмигранты Они помогают Он им начинает помогать, и вот вдруг оказывается, что он на самом деле очень добрый, очень милый человек Ну, такое, да, жизнеутверждающее кино, скажем, в наши непростые времена, наверное, очень такое хорошее Тем более, что Том Хэнкс Ну, Том Хэнкс всегда это знак качества, можно сказать Поэтому вот если кто-то не... Ну, мне было ужасно обидно, что этот фильм как-то очень тихо, честно говоря, ну, как-то вот проходит То есть вот хочется обратить больше внимания на него Ну, он идет хорошо, на самом деле, он такой, ну, не такой прям сразу блокбастер, все на него побежали, посмотрели и все там Он как-то так, ну, вот он стабильно идет, но долго, скажем Ну, не очень так массово, скажем, но очень стабильно идет И поэтому сеансы до сих пор есть, и, конечно, я советую посмотреть Ну, из тех еще фильмов «I wanna dance with somebody» про Уитни Хьюстон Уитни Хьюстон, мне кажется, он еще идет Я его видел, мне казалось, что видел еще Ну, во всяком случае, ну, я думаю, что для любителей музыки, конечно, очень интересно узнать тоже Ну да, это байопик Ну, и из тех, что вот сейчас выходит, в принципе, выходит ведь на этой неделе «Крит-3» Да, это боксерский фильм И причем такая, ну, как бы это ответвление от Рокки, но это уже самостоятельная выросшая история Майкл Б. Джордан там главную роль играет И он играет очень интересный, ну, там сюжет, как бы, такой достаточно интересный Он встречается, сталкивается с другом детства, которых потом он сидел в тюрьме долгое время И этот друг хочет стать, ну, у него не реализованной мечтой, он был боксерским гением И он его, как бы, возвращает на ринг, и потом понимает, что, в общем-то, темная сторона у него берет верх Ну да, да, да И в конце он должен, я понимаю, вот, как бы, я тебя породил, я тебя и убью Ну, в принципе, да, да, сюжет таков, но хорошо очень снят И для тех, кому нравится жанр именно боксерской драмы, очень, по-моему, добротное кино И еще выходит фильм «Причем тут любовь» Хотя вот, ну, картина такая специфическая, потому что ее снял Шекхар Капур Тем не менее, там присутствует вот именно этот элемент встречи Запада и Востока Там Лили Джеймс играет молодую девушку, которая дружит, у нее по соседству живет в Пакистане Ну, не молодой человек, но, скажем так, ну, 30 ему, наверное, где-то лет Ну, или 25, ну, где-то так, ну, не совсем просто юноша И она вдруг с удивлением узнает, что вот родители, типа, ему ищут невесты, причем он даже не знает, кто И вот это, типа, для западного, ну, столкновение вот этих вот, как бы, принципов То есть для нее это самое главное найти вот своего любимого А для него это, значит, вот исполнить волю родителей и, ну, достойной девушкой из приличной семьи Ну, да, но столкновение культуры – это всегда интересно, но это не подано как-то там жестко, там, ну, лайтово так Да, это комедия Это весенний фильм, особенно в преддверии международного, опять же, женского дня Я думаю, что это очень хорошее Я видел только трейлер, но трейлер как бы намекает на то, что она, в принципе, как будто бы с ним дружит, но испытывает к нему симпатию И вот мы можем подозревать, что что здесь возьмет Ну, завязка именно в этом, любовный треугольник Ну, и там ее маму играет Эмма Томпсон, которая, ну, тоже как бы такая очень… Да, Эмма Томпсон тоже, британское кино, да То есть, ну, я не знаю, мне показалось, что вот весной, наверное, такой фильм про любовь, романтическая такая вот комедия, которая, ну, просто вот ни на что не претендует, она просто гарантирует вам, наверное, там, полтора-два часа, ну, такой вот романтической истории Легкое весеннее настроение, можно так сказать Но теперь вот можем, наверное, перейти к таким более дальним премьерам, где, наверное, будет такие… Не, ну, все ждут, как из рекламного ролика Джона Уика, это четвертая часть, уже как бы культового даже, можно сказать, боевика с Киану Ривсом Ведь мне кажется, что вот в какой-то момент его все восприняли только как мат, ну, вот исполнителем по матрице Нео А сейчас вот Джон Вик как будто бы даже вот уже становится более такой вот, ну… Он вошел в пантеон всех вот этих мемов Чака Норриса, Лайма Нисона Ну, то есть, да, он такая культовая фигура именно боевиков сейчас стал такой Ну, вот как Сталлоне, там, я не знаю, Рэмбо когда-то был там для более старшего поколения Сейчас вот он… Причем это такое довольно эпохальное кино, можно сказать, потому что почти три часа То есть, это, я так понимаю, ну, со студиями никогда нельзя знать наверняка, но, скорее всего, это «Прощание» опять же Это последняя часть вроде бы как, ну, пока на данный момент, поэтому это такая… Если вы, если, 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 как бы вы фанат этого, этого, этой франшизы, этого героя, то, конечно, это must see Но я вот хочу сказать, что что меня вот очень сильно привлекало в этой франшизе, то, что она как-то вот постепенно-постепенно раскрывается, как вот просто цветок Потому что, если в первой части это, ну, история вот убийцы, который мстит, там, возвращается в дело Во второй вдруг… Собачку За собачку, да Причем в четвертой части там тоже собачка, в трейлере как-то показывают, нам показывают То во второй части вдруг оказывается, что это часть какой-то секретной организации И вот в третьей части уже вдруг… Там с каждой частью расширяется как бы эта вселенная На самом деле, да, они, ну, по первой части, можно сказать, она, конечно, ну, многие, как бы, понятно, что сиквелы, там, это продолжение, они, ну, для многих это, как бы, уже, там, ну, хуже, чем, вот, оригинальный фильм Но здесь все, как бы, немножко наоборот, в том плане, что, да, первый фильм, он больше такой, ну, прямолинейный боевик, там, с клишированными русскими мафиози, там, опять же, на плохом русском говорящем А потом это все переросло, они решили сделать, ну, после успеха первого фильма, они решили углубить все это И там даже были в интернете какие-то исследования, сравнение с греческими мифами, там, там все, ну, очень так, очень так все раскрылось И, да, можно сказать, что это, как бы, не просто продолжение, вот, отдельные, там, ну, как книгу читаешь, следующая глава Они так и называются, chapter, ну, глава-глава в английском языке И новые персонажи появляются Да, причем культовые, вот, был Марк Дакаскас в прошлом, там, ну, в третьей части То есть, появляются люди, которые когда-то, там, герои видеосалонов, там, 80-х, 90-х, такие, подзабытые уже, может быть Они, вот, переоткрываются именно в таком новом сериале Ну, в принципе, Икеан уже довольно возрастной актер, скажем так Ну, да Ну, вот он переоткрыл себя полностью И поражает ведь тоже, насколько он очень, ну, серьезно Там, угуляли сколько видео, где показано, насколько он готовился к этим ролям То есть, он проходил специальное обучение И он очень много времени тратил на то, чтобы это Ну, сейчас, вот, просто я к тому, что сейчас со спецэффектами очень много искушения для актеров Что можно снять, там, нарезать, из него, там, он махнул рукой в одну сторону, в другую И вот просто через монтаж сделать из него, ну, там, спецспеца по боевым искусствам Вот тут они немножко переосмыслили вот этот жанр сам У них очень много таких этих длинных катов Когда вот эта драка, например, она, там, и с применением оружия, там, прочее Ну, вот самый сок, вот, именно этого жанра Она идет, ну, практически без вот этого вот Монтажа Монтажа, да То есть, это очень долго, ну, как, долго репетировать Чтобы это выглядело натурально, чтобы это выглядело органично, там, скажем И очень многие, после того, как, вот, вышел Джон Уик, там, первый и дальше пошли эти части Очень многие, ну, теперь пытаются копировать, там, делать такие длинные сцены, там, с, скажем Вот, с этими драками, там, такими, многопостановочными, где много народу, там, много актеров Много оружия, там, сразу, вот То есть, это реально, это, это, как бы, новое веяние в Голливуде Это, конечно, не прям новое в кино, потому что, мне кажется, вот, сам Джон Уик Вот эту вот всю систему, вот этого рукопашного боя бесконечно Он там с гонконгских боевиков взял, там Но для западного мира, это, конечно, это новое такое Потому что, мне кажется, что, вот, во всех этих фильмах, где были Ультиматумы Борна Там, наоборот, вот, особенно, вот, по-моему, Гринграсс Он нарезал так дробно Прямо, что, в принципе, это в какой-то, в какой-то момент ты просто не видел Не драку, а мельтешение Ну, да, там специально это делается Да, тот же, тот же Лайм Нисен, вот, Тейкон, эти, заложницы, да, по-моему, в русском прокате Она, вот, там тоже, ну, поскольку уже, просто для того, чтобы выполнять такие трюки без монтажа Это нужно очень хорошая физическая форма, опять же, обучение Ну, а это нужно вкладываться Вот Киану Рифф складывается, поэтому он может это делать А другие актеры, ну, вот, не могут, видимо Так что четвертая часть, да, все уже в напряжении По-моему, два года там был перерыв Ну, это, да, в связи с ковидом, там, опять же Ну, вот, должно быть что-то, что-то очень грандиозное Для любителей комиксов, вот, Астерикс и Абеликс, еще Поднебесный А, ну, это, да, это буквально там через неделю Но это, если, если нравятся французские комиксы, опять же, ну, в противовес голливудским Астерикс и Абеликс, это два гала, да, там, которые, вот, обладают какими-то сверхспособностями Там, пьют какой-то волшебный напиток, там, что-то такое И, соответственно, с Цезарем все время они против Римской империи, ну, так сказать, борются Цезарев в каком-то из прошлых фильмов играл Ален Далон, но здесь вот прямо Здесь Винсан Кассель будет играть, да Плюс они в этом фильме, они, ну, второй подзаголовок фильма Поднебесный Соответственно, они там в Китай поедут И там уже какие-то, ну, какие-то приключения в Китае будут, да Ну, и там очень большое количество известных актеров И Марион Катияр, и там, бог знает, кого только Бьер Ришард даже из такой старой гвардии Ну, плюс Винсан Кассель, да И, а, плюс Златан Ибрагимович, ну, там появляется футболист Тоже такая Шведский, да Вот, ну, поэтому Что еще вот из каких-то, ну, вот мы сейчас уже переходим к тому, что Что ожидается вот скоро на экранах, а может быть даже и не скоро Там ближе уже к... Не, почему? Ну, вот я говорю, что вот была эта дыра с ковидом Ну, сейчас очень-очень много фильмов сейчас Практически, ну, на вкус и цвет, как бы, на любой вкус и На любой цвет, там, вот, ну, например, это продолжение Это DC, вселенная DC комиксная, например, Шазам будет Ярость богов, это вторая часть уже В середине марта Тоже очень-очень интересное Очень, ну, как бы, не слишком серьезное кино, да, скажем Тоже развлекательное очень кино Но вот именно, если говорить о разнице Марвел и DC Вот DC отличает какая-то самоирония, да? Не, наоборот Я бы сказал, что наоборот Было до последнего времени Но сейчас DC больше Вот пытается Вот именно делать Жанровое кино Ну, комиксы, соответственно Но немножко самоироничнее Больше самоиронии Это им все время Это ставили В упрек В упрек, да Потому что, ну, вот ты идешь на Марвел фильм Там, да, и это развлекуха Там, шуточки, там, все вот это А здесь, как бы, очень серьезно Ну, они вот немножко Долго они пытались, мне кажется Перестроиться И вот Шизам, мне кажется Вот эта ярость богов Он как раз Ну, вот они вышли на этот уровень, мне кажется С этим фильмом Еще один комикс «Флэш», да? Да, «Флэш» у нас будет в июне Это с Эзрой Миллером Известным Или печально известным В главной роли Ну, вот я не знаю Насколько у нас Зритель прямо вот так Ну, скажем То, что актер там попадает В какие-нибудь скандалы Это может повлиять Мне кажется, что как-то у нас У нас меньше Спокойнее Ну, да, да, да А там я понимаю Что его просто даже Передвинули немножко В сетке Просто для того, чтобы Как-то подзабылись Эти скандальные Вот там какие-то выходки Ну, да, да Могу сказать, что Не особо у нас Влияет Хорошо это или плохо Это не мне судить Но вот Такой «cancel culture» У нас меньше Но это С одной стороны Тоже такая Культовая фигура Комиксов Флэш Да, это Одна из Justice League Из Лиги Справедливости Одна из фигур Соответственно Ну, и Если говорить о комиксах Дальше То будет и Аквамен Это вот Такие большие Ну, Аквамен В декабре уже Ближе к Новому году В Аквамене Это же вторая будет Да Вторая часть Вторая часть По-прежнему Тон же самый Джейсон Момо И, по-моему Там сократили Роль Этой Бывшей жены Эмбер Хюрт Да Ну, опять же Благодаря скандалам Или Да Кроме Ну, вот этих комиксов Я хочу Отмечить, что еще и Фильм Барби Ведь будет Тоже Ну, его Не знаю Скорее не комиксы Но это Тоже Это на самом деле Интересное кино Потому что Никто не знает Что из этого получится А не если Если кто-то видел Тизер Первый Трейлер Они Спародировали Звездную Одиссею Кубрика Это Такой Очень Киноманский Такой Фишка Киноманская Не все Может быть Знают Особенно Молодые Юные Кинозрители Что 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 К Чему Они Они Вот Решили Зайти Как С Туза Я не знаю Ну Плюс Обошли Интернет Вот эти Фотографии Актеров Эти Красочные Чуть ли не Кислотные Фотографии Что Что Там Получилось Ну Судя Судя По Сему Там Что 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 С Чем То Такое Интересное Просто Что Можно Снять Из Фильма О Кукле Ну Вот Ждем Ждем Да Еще Так Я понимаю Что Будет Ребут Зловещих Мертвецов Да В апреле Будет Ребут Зловещих Мертвецов Зловещие Мертвецы Восстание Наверное Зловещих Мертвецов Но Это Конечно Очень Специфический Жанр Это Такой Шнадцать Плюс Строго Там Много Много Всего Того Что Ну Таким Жестким Ужасником Характерно Да Поэтому Конечно Но Для Это Культовая Как бы Культовая Франшиза Там Тоже Она Восьмидесятых Сэм Рэйми Который Срежиссировал В принципе На очень Маленький Бюджет Больше Такое Авторское Кино Опять же Потом Ушел Снял Человека Паука Первого Где Огромные Миллионы Стал Довольно Популярным Продюсером И Режиссером И Соответственно Мейстримовым А вот Этот Сериал Эти два Фильма Нет Три У него Фильма Вышло Продюсером 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 В русском Прокате Восьмидесятые И Начало Девяностых Годов Они Таким Особняком Стоят От всего Остального Что Он Делает Интересно Кто-то Говорил О том Что Территория Фильмов Ужасов Это Как раз То Место Где Позволяли Экспериментировать В Голливуде И Какие-то Интересные Приемы Неостандартные Которые Ну Это Больше Тогда Сейчас Конечно Сейчас С Компьютерной Графикой И С Возможностями Современного Кино Там Можно Сделать Что Угодно Но Сам Факт Того Что Это Кино Мне Кажется В нем Сохранился Дух Этих Первых Частей Оригинальных Фильмов Но Опять же Это Конечно На Любителя Такого Жанра Не Для Всех Кино Скажем Так А Кто Снимал Значит Я Навскидку Не скажу По-моему Но Продюсер Точно Там Сэм Рэйми Тоже Опять же Ну Вот Навскидку Не скажу Ну Для Любителей Жанра То есть Возвращение К истокам Да Если Вот Про Какие-то Продолжения Ну То есть Вот Переосмысление Уже Прошлого Голодные Игры Да Голодные Игры Приквел Да У нас Выходит Так Это у нас В конце Наверное Года По-моему Да По-моему Сейчас Я попробую Найти Казалось бы История Закончена То есть Все эти Романы Были Экранизированы Что В конце Ноября Что Можно Еще Придумать Ну Что-то Что-то Видимо Можно Пока Информации Очень Мало Об этом Фильме То есть Я понимаю Что Там Это Приквел Да То есть Перед События Фильма Развиваются Перед Основным Сериалом И Там Рассказывается История Которого Персонажа Которого Сыграл Дональд Сазерленд То есть Он там Уже Такой Пожилой Распорядитель Этих Игр Нам Рассказывает Историю Как Этот Мальчик Пришел Словно Говоря Это История Анакина Скайуокера То есть По идее Такой Хороший Парень Который Потом Переходит На темную Сторону По большому Мальчику Неизвестно Дженнифер Лоуренс Будет Не будет Возможно Какой-нибудь Камео Будет Потому Потому Что Там По-моему Получается Что Там За 60 Лет Чуть Ли Ну Может Быть Они Начнут Немножко Чтобы Фанам Дать Что-то Интересное Ну Вот Любопытно Что Всегда Находят Какие-то Хитрые Ходы Для Того Чтобы Предложить Ну Поклонникам Вот Казалось Бы Уже Все Франшиза Закончилась Уже Поставлена Точка Но Тем Нем Можно Ну Да Но Это Такое Голливудское Да Если Если Это Если Есть Что Еще Показать То Что-то Еще Удачного Какого-то Сериала То Почему Почему Бы Не Показать Скорее Да Чем Нет Это Конечно Не Означает Что Этот Фильм Будет Хуже Или Лучше Пока Непонятно Но Вот Суд Зрителя Как Говорится Мы Вот Забыли Ты Говорил про Сэма Рэйми Там Вот Что Он Потом Перешел У нас Человека Паука А ведь Я Так Понимаю Что Одна Из Чуть ли Не Ключевых Премьер Как раз Таки И связана С Человеком Пауком Да Это Человек Паук Это Мультфильм Это Человек Паук Через Вселенные Это Продолжение Оскароносного Мультфильма По-моему 19 Года Он Получил Оскар Как Как Лучшая Анимация Это Ну Еще Одна Версия Человека Паука Там Майлз Моралес Это Ну Для 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 Фанов Скажем Так Вселенные Человека Паука Это Известный Персонаж Он Обитает Немножко В другой Вселенной Нежели Главный Скажем Так Сейчас Это Том Холланд Главный Человек Паук Но Соответственно Вот Эта Тема Параллельных Вселенных Она Сейчас Очень Популярна Она Развивается Именно И В Marvel Тоже Если Мы Помним Был Этот Фильм С Человеком Пауком Опять С Томом Холдом Недавно Нет Нет Пути Домой То Это Развитие Темы Параллельных Вселенных Мультивселенной Так Скажем Где Разные Миры И Разные Люди Становятся Супергероями Человеком Пауком И борются Против Зла И Это Продолжение И там Что-то Очень Ну В Анимационном Стиле Так Скажем И это Что-то Очень Интересное Очень Закрученное Фильм Я пока Сам Не видел Но Из-за Того Что Нам Студия Рассказывала Очень Что-то Сногсшибательное Да Ну Будем Надеяться И ждать Потому что Это Все Будет Только Ближе К концу Года Да Что Еще Там По-моему Из Продолжение Пила Должен быть Да Пила 10 Это Опять же Это Тоже Знаменитая Франшиза Да Хоррор Франшиза И Есть Продолжение Есть Спрос на Нее И Выходит Тогда Пила 10 В октябре Ну Хэллоуин Наверное Ну Да Двадцать Ну Да Прям Хэллоуин Естественно Да Плюс Конечно Если Если Ну Если Так Уже Закруглять Год То Конечно Мы Все Ждем Дюну Вторую Часть Дюны Дени Вильнева А Это Уже Запланировано На конец Года Ну На 3 Ноября Это Уже В этом Году Ожидание Закончилось Очень Потому что Очень много Точнее Очень долго Не понимали Как Стартанет Этот Фильм Потому что Он выходил В ковид Когда Кинесеатр Общение Было Маленькое И Соответственно У Дени Вильнева Вообще Есть Замысел Снять 3 Части По Моему Этого Фильма И Соответственно Первые Две Части По Первой Книге Фрэнка Герберта Культовый Фильм Книги Шестидесятых Фантастической И Третья часть По Еще Одной Книге Следующей Вообще Он написал Где-то 5-6 Но Там Где-то После Третьей Уже Шиза У него Идет Но Вот Именно Вильнев Как Режиссер Хотел Показать Путь Этого Пола Атридеса Главного Героя Как Он Становится Лидером Восстания Против Жуткого Режима Как Он Приходит К власти И Как Он Потом Падает Оттуда И В принципе Ну Вот Опять же Становится Тем самым Тираном Против Которого Он Боролся Мне Кажется Задумка Очень Интересная Опять же Очень К нашему Времени Очень Хорошо Подходит И Вот Первая Часть Она Выходила В Ковид Если Бы Она Не Собрала Достаточно Конечно Кассу То Ну Тогда Наверное Этот Проект Бы Так Бы Изрубили На первой Части Первая Часть Это Половина Первой Книги Сейчас Соответственно Выходит Вот Вторая Часть Это Уже Окончание Этой Книги И Она Выходит Не знаю Насчет Третьей Части Но Будем Надеяться Что Сейчас Ковида Уже Не Будет И Что Будет Хорошее Посещение Хорошая Касса И Режиссеру Позволят Закончить Его Трилогию Как Вообще Вот Это Время Отразилось На работе Дистрибьюторских Компаний Насколько Удалось Ли восстановить Какие-то Доковидные Показатели Как Это Все Знаешь Сейчас Конец Года И Начало Года Уже Можно Сказать Что Если Это Не Доковидные Показатели То Очень Близко К тому Потому Что Во время Ковида Не снимали Ничего И Соответственно Ничего Не продавали Ну Потому Что Не было В принципе Так Что-то По крохам А если Что-то И было То Сразу Продавали Стриминговым Сервисом Потому Что Люди В кино Не ходили Соответственно Зачем Пропадать Продукту Тогда Лучше Стриминговой Платформе Хоть Каких-то Денег Заработать На этом Окупить Затраты На съемки А сейчас Когда Возвращается Кино Точнее Зритель В кинотеатры Соответственно Сейчас Пошел Очень большой Можно сказать Вал Фильмов Причем Это не означает Что они Все Тяп-ляп Сделаны И плохие Какие-то Нет Просто Вот я говорю Из-за того Что был Этот промежуток Ковидный Когда Не снимали Ничего И не Продавали Ничего Сейчас Как раз Все эти Проекты Они Вот Перенеслись Как бы Год У них Где-то Был Вот Такого Простое Где-то А сейчас Опять Начали На кинорынках Начали Продавать Хорошее Кино И очень Много И на Будущее Мы видим Что Индустрия Живет То есть Скептические Прогнозы Не сбылись Скажем Так Можно Посмотреть По Количеству Фильмов Как мы Сегодня С Олегом Говорим Здесь По количеству Будущих Проектов Потому Что Сейчас Идет Ну Очень Много Фильмов И Похоже Что Зритель Вернулся Не остался Прям У Телевизоров У Компьютеров А Что Люди Предпочитают Смотреть Мы Уже Упоминали С тобой О том Что Есть Нишевое Кино Но Тем не менее Оно Собирает Свою Аудиторию Как Например Фильмы Ужасов Или Человек По имени Отто Это Кино Которое Может Его Можно Держать Просто Несколькими Сеансами И Все равно Люди Будут знать И приходить Ну да Тут Проблема Которую Еще По-моему Стеллен Скартгард Когда-то Озвучил В интернете Где-то Ему интервью Показывали Актер Он Сказал Что Сейчас Либо Идут Блокбастеры Большие Либо Нишевое Кино А вот Тех Фильмов Которые Как Раньше Были Которые Посередине Оно Нельзя Отнести В сферу Блокбастеров И в то же время Это не авторское кино Это Может быть Не очень много Бюджетное Но Кино для всех Развлекательное кино Вот с ним сложнее В том плане Что Раньше Кинотеатры Выпускают фильм И Он Там Мог Стоять Ну Вот В прокате Стоять Довольно Долго В том плане Что Люди Может Не бежали На него Сразу А вот Какое-то Время Они Смотрели Передавали Из уст В уста Опять же Что Вот Хороший Фильм Надо Посмотреть И Со временем Шли На него И он Был Все время По одному Два Сеанса Все время Был В репертуаре Кинотеатра Сейчас Ситуация Немножко Поменялась В том Плане Что Если Фильм Сразу Не Собрал Большую Кассу То Ну Его Жизнь В прокате Она Не Очень Долгая И Соответственно Нет Вот Этого Промежутка Времени Когда Люди Узнают О нем Его Открывают И Идут И Смотрят Вот Вот С Собирать Нормальную Кассу И Как бы Радовать Людей Ну В том Плане Что Вот Тебе Надоели Все Эти Комиксы И Ты Не Смотришь Авторское Кино Тебе Просто Хочется Посмотреть Фильм Для Души А Фильмы Для Души Они Обычно У них Небольшая Жизнь В Кинопрокате А Тут Именно Это Очень Хороший Показатель Я Очень Надеюсь Что Ситуация Начнет Меняться Что Таких Фильмов Будет Все Больше И Больше А Не Устали Люди От Таких Действительно Комиксовых Больших Блокбастеров Потому Что Я Читаю Что На Верайте На Холливуд Репортер Какие Появляются Мнения Что Может Присытятся Люди Сколько Можно Смотреть Посмотри На Первый Фильм Кто В Эпоху Марвела Сейчас И Он Просто Побил Все Рекорды И У Нас Тут И Соответственно Во Всем Мире И Видишь И Это Не Сказать Что Это Как Это Развлекательное Большое Попкорновое Кино И Все Рано И Зритель Пошел На Него Даже Несмотря На Эпоху Марвела И Всего Прочего Он Пошел На Него То Есть Спрос На Хорошее Добротное Не Обязательно Чтобы Это Было Какое-то Оскаровское Кино Обязательно А Просто Что На Развлечение На Большом Экране Соответственно И Мы Видим Что Вот Пример Аватара И Тех Марвелов Он Все Так Ну Наверное Особенно Для Нашего Наверное Региона Я Не Скажу Что Как Как Снижение Популярности Вот Такого Кино Но Мы Это Не Чувствуем Особо Вот Ты Говорил О том Что Передают Из уст В уста Там Рассказывают Что Надо Посмотреть Фильм А Вот Вообще Как Узнают Люди О Фильме Ну Ну Что Я Спрашиваю Как Профессионала Который Как Раз Так Работа Которого Сделать Так Чтобы Информация О Фильме Не Ну Это Да Ну Это Естественно Сейчас Это Соцсети Это Инфлюенсеры Тикток Инстаграм Фейсбук Все Ну Вся Дигитальная Среда Конечно В основном Так Но Ведь Вот Эти Соцсети В Какой-то Ведь Момент Очень Напрягали Я Помню Большие Голливудские Студии Потому Что Ну Вот Я Просто Объясню Раньше Были Гуру Это Вот Кинокритики Что Напишет Кинокритик Типа Вот Похвалит И Как Бы Их Можно Тоже Задобрить Вот Как Ну Позвать Куда На Специальные Просмотры Ну Ты Думаешь Инфлюенсеров Нельзя Позвать Ну Вот Как Сейчас Вот Спас Нет Ну Так В принципе То же Самое То есть Есть Конечно И Ну Как Покупная Реклама Это Опять же Это Не Секрет Что Есть Рекламные Интеграции Нет Но Все Так Я Клоню К тому Что В Эпоху Соцсетей Вот Если Фильм Ну Реально Плохой Вот Публика Начинает Писать А У нас Нет Плохих Фильм Нет Ну Да Я говорю Что Просто Вот Есть То Что Появляется Ну Вот В какой-то момент Студии Испугались Насколько Это Неконтролируемый Процесс Что Вот Процесс Пытаются Контролировать Это Конечно С соцсетями Это Сейчас Практически Невозможно Может Быть Это И Хорошо В том Плане Что Тогда Ты Можешь Узнать Насколько Реально Фильм Плох Или Хорош Потому Что Ок Критики Это Критики Это Ну Это Скажем Так Это Профессиональная Какая-то Тема А Инфлюенсер Это Ну Грубо говоря Ближе К народу То есть Простой Человек Там С Улицы В общем Он Тебе Можешь Просто Сказать Фильм Ерунда Или Фильм Хороший И Ты Его Больше Послушаешь Чем Скажем Критика Какого-то Который Ну В Своей Там Вселенной Скажем Обитает То есть Сейчас Джен-Зи Поколение Зет Это Очень Интерактивное Поколение В отличие От Нас Миллениалов Там Да Нам Ничего Не надо Мы В сторонке Постоим Они Очень Активные Они Очень Хотят Черпать Информацию И Именно На этом Вот Эти Инфлюенсеры Соответственно Для Нас Стали Хорошим Каналом Как Мы Можем Скажем Так Донести Рекламу Какого-то Фильма До Зрителя То есть Необязательно Мы Мы же Тоже Не можем Например Если Это Конечно Не рекламная Какая-то Интеграция То Мы Не Можем Мы Приглашаем На Просмотры Мы Не Можем Сказать Так Об этом Фильме Писать Только Хорошо Там Или Еще Что Да Ну Так Мы Не Можем Сделать То Конечно Мы Им Говорим Что Если Вам Фильм Понравился Конечно Напишите Что-то Там И Распространите Ну И Это Нормально Это Не Только Для Нас Но И Для Зрителя Тоже Не Только Мы Будем Бенефициарами А И Зритель Что Он Узнает Об Этим Фильм Скажем Он Следит В Соцсетях За Этим Инфлюенсером Он От Него Узнает Что Такое Кино Обще Есть И Пусть Он Тогда Сходит И Сам Посмотрит И Сделать Какие-то Свои Выводы Понравилось Или Нет Ну Так Это Сейчас Работают Такие Цепочки Блокчейны Скажем Ох Как Это Это Новый Мир Ну Что Нам Наверное Пора Закругляться Очень Интересный Получился Сегодня Разговор Мы Поговорили О том Что Нового Интересного Акмофилм Предлагает В этом Году Посмотреть И Планов Действительно Очень Много На Все Вкусы Самый Ближайший Топовый Огромный Хит Это Джон Вик 4 Четвертая Часть Представитель Акмофилм Александр Дубаневич Сегодня Был В студии У нас Спасибо Большое Спасибо Спасибо Тебе Олег И Смотрите Кино На Большом Экране Радио Болтком